Спасибо большое. Не могу в концерте, если есть хоть малейшая возможность, не могу не петь песен из репертуара Клавдии Шульженко. Можно сказать, что моего кумира, моего ориентира, я бы так сказала, потому что бесконечная школа мастерства. В принципе, меня поражают некоторые цифры. Например, сегодня я звучала стихотворение Сергея Есенина, сейчас будут звучать песни из репертуара Шульженко. И Есенин старше Шульженко на 11 лет. А какие две разные эпохи, совсем две, вообще две разные истории. Вот такие цифры совпадения иногда удивляют. Клавдия Ивановна оставила огромное наследство нам. И действительно, каждая песня – это её мастер-класс, абсолютно точно. Вот в завершении первого отделения несколько песен из репертуара Клавдии Ивановны Шульженко. Первая песня – это будет песня Эдуарда Калмановского, которому в этом году тоже исполнилось 100 лет, на стихи Евгения Евтушенко. И чем она интересна, эта песня? Ну, во-первых, знаете ли вы, я узнала о том, что Эдуард Калмановский был председателем жюри на первом конкурсе самодеятельной песни. Помните об этом? Кто-то знает об этом? Вот я сама узнала в Центре авторской песни в Москве, что, оказывается, вот так подходили, приглашали профессионального... Профессиональнее некуда, просто композитора, потому что, конечно, такое имя. Такие песни. И чем ещё интересна эта песня? Клавдия Ивановна, она не только исполняла то, что ей предлагали, но она и сама участвовала в создании песен. Например, в один какой-то момент ей показалось, и не случайно, что инструмент, любимый многими, гитара, несколько в загоне, гитара незаслуженно приравнена вместе к 11 или там сколько, 7 слоникам на пианино или на комоде, то есть гитара считалась атрибутом пошлости, какое-то такое домещанство, да, и, в общем, она сказала, что гитару надо реабилитировать, потому что и на фортепиано можно играть, и прекрасную музыку, и что-то такое неудобоваримое, да, и фортепиано не виноват, и гитара тоже не виноват. И она заказала стихотворение Евгению Втушенко, он написал стихотворение, а уже Калмановский написал ему музыку. Вот сейчас эта песня и прозвучит. «Товарищ гитара», мне, конечно, она близка особенно. Тревожные струны, будя и парней, и девчат, Как будто бы струи журчат над Россией, журчат, И кружатся пары в квартирах, дворах и садах, И едут, и едут гитары куда-то в ночных поездах. И куда бы судьба ни кидала, А характер у неё не золотой, Ты со мною, товарищ гитара, На верёвочке, верёвочке простой. Лай-ла-ла-ла-ла, товарищ гитара, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, гитара. Мы были в атаках, и где-то в дремучей тайге, Царапин хватает гитара на мне и тебе. Бывает не гладко, но я и гитара вдвоем Бывает, бывает не сладко, но я и гитара вдвоем Никуда бы судьба ни кидала, а характер у нее не золотой Ты со мною, товарищ гитара, на веревочке, веревочке простой Товарищ гитара, гитара Гитаре не к черту, красивенький бант голубой Она не девчонка, а женщина с трудной судьбой Я с ней не озябну и с нею с пути не сверну А если, а если ослабну, себя подтяну, как струну Никуда бы судьба ни кидала, а характер у нее не золотой Ты со мною, товарищ гитара, на веревочке, веревочке простой Ла-ла-ла-ла, товарищ гитар Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла гитара Аплодисменты Еще один вальс тех же авторов, и это будет не просто вальс, это будет вальс о вальсе Калмановский и Евтушенко. Та же самая идея, по-моему, была у Шульженко, она еще хотела и вальс тоже защитить. Ей это удалось. Сейчас мы в этом убедимся. Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь, Век усмотрел, в нем отсталость и старость. Робок не смел, наплывает мой первый вальс, Почему не могу я забыть этот вальс? Твист и Чарльстон, вы заполнили шар земной, Вальс оттеснен, без вины виноватый. Но задает он всегда и везде со мной, И несет он меня, и качает меня, как туманной волной. Смеется вальс над всеми модами века, И с нами вновь танцует старая вена, И штраус где-то тут сидит, наверное, И кружкой в такт стучит, На нас не ворчит, не ворчит. Вальс воевал, он в шинелишу запылен, Вальс напевал про маньчжурские сопки, Вальс напевал нам на фронте осенний сон, И как труд фронтовой не забудется он. Вальс у костра где-то снова в тайге сейчас, И ангара подпевает, волнуясь, И до утра с нами сосны танцуют вальс, Пусть проходят года, Все равно никогда не состарится вальс. Поет гармонь, поет в ночном полумраке, Он с нами вальс в ковбойке, а не во фраке, Давай за вальс поднимем наши фляги, И мы ему нальем, нальем и споем, и споем. Робок несмел, наплывает мой первый вальс, Никогда не смогу, никогда не смогу я забыть этот вальс. Аплодисменты.